Здорово, братья! Люк закрыть. Здорово, братья! Середина осени у нас. Патент, сигнал GPS. 15 октября, соответственно. Ну, это на американцах, конечно, нормально стало. Правее нельзя было встать. Да, вот надо встать так, чтобы сейчас тут... ...вщемливаяся между ним и вот этой машиной. Ну, коллега. Прямо по центру припарковался, а ты здесь вот чуть ли не по самым зеркалам заходи к ним. Между ним. Немножко как-то так. Аккуратнее надо. Ну, это так, вступление. Кафе Эндемик. Эндемик. Я просто хочу спросить, вы когда в последний раз... ...вернее, мы когда с вами в последний раз рассветы встречали? Как-то давновато, правда? Предлагаю вам поехать этим делом заняться. За бортом у нас 6 утра. Пройдите 97 километров. Сейчас будем переезжать к красавице Селингу. С правой стороны вот сюда, по этой дорожке, если подняться в гору, открывается офигенный вид. Но это, наверное, на обратном пути. Надо остановиться, обязательно будет туда сбегать. Ну, естественно, если будет получаться. А сейчас... Чего, 6 утра? Ну, хочу так к 8 приехать туда на выгрузку. Разрез в этот. Ехать 170 километров еще всего, 168. И имеется такое желание прибыть туда сегодня пораньше. Почему? Ну, потому что потом подаваться на загрузку за Каменска далековато. Опять же, по неизвестным дорогам. По бездорожью, скорее всего. Поэтому, думаю, сегодня надо немножко... Ну, чуть-чуть меньше поспать, чем обычно. Время 6. Ну, через сколько? Где-то через часик начнет вспетать уже. Конечно, не факт сейчас. Да, в канале. Не знаю, брат, я со стоянки. киргизы поехали эти парни вообще не спят 6 утра он не спит мы тоже не спим может он тоже со стоянки вы их это так как это наблюдение небольшие цены от байтон арбайтон утон дисциплина вот так недорассказал вернее не до недорассказал они дорассуждал что возможно сейчас приедем хлеб сырой дети плачут еще что-нибудь кран сломался 80 машин на выгрузку не исключен ни один из вариантов если будет так да можно будет это себе поставить оценку сделал все что мог и будем там досыпать хотя в принципе спать неохота рассветы мы встречать с вами любим давненько уже не наблюдали рассвет в бурятии сегодня нас предстоит такое дело пока поехали пока еще под темным сейчас больте линкейту туда-сюда там мимо звезды ютуба я думаю что она спит остается этому мы останавливаться не будем идем пока в сторону 4 нет немножко ошибся все пол седьмого и уже на востоке граф для фэр перед вами уже даже сопки можно слегка рассмотреть рассвет в бурятии так и назовем ушли уже от селенгии торбогатай проехали кто-то стоит у нас посреди дороги сломался минус 2 на улице в общем-то не холодно еще таких морозов пока больше нет кроме там какой-то такой 3 дня назад аномальные ночи хотя в принципе почему аномальные хотят корешок вчера тут краснодаре горит было 7 вечера пол седьмого плюс 30 говорит обалдеть контрасты какие температуры а страна одна даже бугры тоже он приснежен и обычно тут со снегом беда сколько не езжу дальше туда вот делают такие горно-степные участки со снегом проблем во всяком случае я его пока тут в большом количестве не наблюдал слава богу а что делать 18 тонн дорога такая горная но это еще плюс простое тоже посчитан здесь на низкий расход рассчитывать нечего дорожные условия не те ладно еще пока по бокам страну толком ничего не видно был снежок хороший здесь а здесь вот видите уже засыпали хорошо этот перевальчик и лед по правой стороне уже в полосе лед уже накатали снег шелт даже у меня пробуксовка срабатывает пробуксовывает видите как он засыпан уже а когда был стежочек уже подъем чек-то и накатали здесь тоже такой интересный право влево туда сюда симпатично можно ленточку остановиться завязать с расчетом вернуться вот через 800 метров днем не растаивает или видно может тает потом опять подмерзает вот здесь слева ноги останавливаются чё тут завязываю вот здесь слева мы пошли вниз теперь с него а тут уже хорошо песка давали дорожники на канале на 500 на 18 тонн загружена до 500 к был 440 да ну вообще огонь никаких проблем не было и в 30 и в 40 посмотри да получается он типа как вот вот 420 а то же прям или типа коммерии вот такая хуйня ведь там аппаратура там да 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 коммерии то есть ему тоже надо сначала пол оборота грылова сделать чтобы считать датчики потом только заводится не не у меня заводится с пол оборота сразу же хорошо вот старая да там она крутить надо было маслать а этот нет этот нет этот был оборот заводится хорошо тоже вроде как проблем большин то есть ну как как и 420 в принципе вот я ездил обычная старая у меня было старый старый предыдущей серии вот 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 когда так на круге особо не замечал ну сюда где-то в районе с двадцаткой по итогу ну может 32 ну так примерно сейчас я с иркутска правда иду в иркутске загрузил в иркутске обнулил пока 35 пока не в городе не были а мы везде от атлантики до тихого с азии до северного ледовита можно сказать но и европа и россии и кавказ нет они не закрывались никогда границы для грузовиков ну вот китай то да ну как почему грузы есть просто ты в китай не заходишь я не знаю как в забайкальске со стороны казахстана пацаны пригоняют машины садится казах и загоняет ну даже не вылазит оставляет прицеп выезжает китайцы грузов и потом обратно казах заезжает забирает а так то как забайкаль забайкальский я не знаю я то сам захотел в прошлом году ну еще до пандемии я просто обычно на расстройке гури я смотрю себе загрузка да блять забайкальск забайкальск забилал там вообще грузов нет так очень нет что блять погранпереход ну вот я ходил когда вот по лету на хабаровск там погранпереход был открыт но пускали где-то по 10 в машину когда самый пик этой заразы ну это не пускали рифы продуктами питания да обращаем блять ну не знаю вот эти все д транс китайская колонна траск они же ходили туда все знаешь что стояли они там по долгу ну не могу точно утверждать про китай ну вот вся европа все мы ездили в никаких вопросов в грузы армении в грузии даже когда это закрыто было там они на карантине то есть и на комендантский час у них в грузовиках едешь ну да этот гибарой маски перчатки так ездили без вопросов ну да может быть ну когда я ездил то без проблем но там как то тоже что в грузии в грузии в грузии в грузии ну вот знаю со стороны казахстана просто какая то дарсун или как там переход как там процесс происходит там парни сами не заезжают там казахи загоняют в грузии грузии в грузии это понятно может быть может и закрыты но не знаю я бы например стекут уже до хабаровска не пошел оттуда тоже в принципе забирать то нечего если есть то все за копейки что наушники прожнику ну и так как моё мнение я поварил я как а ну в принципе да как вариант блин ну 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok 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 вот он наш разрез где мой друг тут он что-то горы нарыл и свалил куда-то только вот хобот вон там торчит ага я видел видел как они раскидывают поедем поедем в разрез вот он начинается но нам еще один с километров потом сворачивать влево вон он друг мой я его отсюда вижу вон там торчит клюв а эти дальше пилотики выгружался открытого типа хрит выезжает 200-тонный белаз говорит у него колесо больше чем у меня кабина вон они как раз сейчас наверху будут видны белазики нашей ну что мы какого повстречаем сфоткаемся если получится вряд ли наверное конечно само то место добычи мы не поедем хотя хрена знает куда это столбики эти не столбики эти плиты эти бетонные наверно под какие-то столбы электрические я так думаю там же вот трубы выведены по центру вот типа что-то вот вот такое вот будут ставить и наверх столбы в них так мыслю примерно так вот сам разрез уже основная его часть вон он и туда уходят они тут с под земли уголек таскают а здесь да пустую породу вот высыпают тоже грандиозная хрень вон там белазик наверху не знаю видно вам не видно крыша торчит время 8 как раз ну пока найдем тут туда-сюда полдевятом и будем на месте как коллега говорит мы сейчас за байкаль и зайдем и там потом свернем на этот саганнур у меня показа через семь километров сюда не сюда сейчас посмотрим но он туда возил разберемся смотрите горы здесь породы все из-под земли вытащена из недр так сказать да вот все заходим за майкальский край так оно значит и есть сейчас час добавим еще плюс час уже тут шесть москве то мы сейчас назад вернемся правда будет плюс 5 чуть-чуть за байкале тоже бываем вон он дальше там и слева но огромнейший этот разрез сейчас будем уходить влево прошу не путать налево колеса делают на спасибо за им давай удачки хороши там по якутии разрез зубнуйский саганну 15 километра на следующем повороте поверните у меня в общем так и ведет как коллега подсказал грачность деревню обижаем ура чем на право он самосвал пошел нам и ты прямо говорит в него упрёшься мимо не проедешь на коллега в якутик побежал я как там чё не боишься это что станет навигация и двигаться не достав начнется на ленин нет говорит еще по идее говорит должен успеть выгрузиться и назад и без тяха выскочить говорю удачи я в иркутске стоял на шефер на якутск поедем поедем но не сейчас начнется какая-нибудь хрень на ленин прилипнем потом в этом якутске будем сидеть поэтому говорю давай либо позже когда уже река станет зимой ну либо другой раз когда уже лед закончится на следующем повороте поверните направо саганур 12 километров на следующем повороте поверните направо поедем 13 километров ну просто сблизи посмотрим что такое угольный разрез а то только на картинках да по телевизору город в этих породы пустой насыпанный видите сколько здесь ума сойти это то что там вдоль дороги это такая мелочь оказывается по сравнению с тем что тут дальше смотрите на эти горы кто-то шот нашел здесь уголек интересно в каком его году начали разрабатывать черный это же уже уголь с мигалками кто-то носится это маленькая но это уже там сам разрез вот если какая глубина на какую глубину они зарываются с какой глубины этот уголь достают вот там были камни булочники а здесь вот видите здесь как-то вот немножко другая рассыпчатая какая-то порода прикольно так а этот саганур видно вес обслуживающий персонал все работники здесь вот и живут кто здесь в этом разрезе работает как рабочий поселок по обслуживанию тоже наверно люди вахтами приехали тут сколько-то времени от были и тоже камни попадаются так все равно более рассыпчатая какая-то вот камни все внизу видите-то куда не долетали нифига себе их сбрасывают высыпают эти белазики или это так что-то я профан поэтому не надо уже сильно накругаться я просто вот что вижу то и так и рассуждаю естественно было туда залезть да но я дальше не залезешь наехал забраться посмотреть что там наверное ругаться будут обидеться вон красавцы до работы едут и куда они едут не знаю вон белазы чешет два штуки мы-то тут потихоньку едем дорога никс гуд смотрите какие аппараты пошли огонь днем натуре колесо как моя кабина класс приеду домой надо будет в жодину в музей белазов съездить где их собирает у нас 43 года живу ни разу не был вон еще один на смену выходим там их не дорога для них сфоткать вам в руку ну точно на работу едут тут уже четвертый пошел навстречу сколько у него расход на 100 ладно не на 100 на километр как вы думаете сколько этого дурака расход ну по всем законам жанра мы приехали сам-то поселок нам не нужен нам нужно где-то здесь поэтому сейчас будем звонить уточнять куда нам что нам какие наши действия потому что вот меня сейчас как бы сам поселок уводит налево разрез вот здесь а мне нужно ну я так понимаю в разрез ну у меня и написано что разрез внимание вывяжается на опасный участок технологической дороги АО разрез Тунгуйского будьте осторожны движение технологического транспорта ну да вот в принципе осторожны белазы все будем звонить сейчас узнавать охренеть просто охренеть просто охренеть вот это дурень с ума сойти люди смотрят как на этого как ненормального как ненормального смотрите еще один обалдеть для меня все это невидаль думаю прежде чем звонить пойдем посмотрим что тут такое потом потом уже будем звонить и так далее ковш какой-то которым добывают а сколько он за раз то тон то гребет есть какое-нибудь описание его моего цепочка то только посмотрите какая ничего тогда ковшик вы она еще и качается офигеть это этот друг мой этим ковшом черпает сколько он за раз то тон выгребает до хрена тут не написано да ну да мы скромненько притаились ладно пойдем сейчас будем звонить узнавать и и и и и и и